Джереми Норман с прямым включением прямо из Москвы. Вы встречались с приближенным Путина, Петром Толстым, зампредом Госдумы. Дайте нам немного контекста перед просмотром интервью. Так сказать, подготовьте нас, что мы услышим. Несколько дней мы уговаривали Петра Толстого на запись. Он предпочитает эфир онлайн, боясь то, что запись могут нарезать как удобно. До этого у него были только онлайн-трансляции. И он согласился первый раз встретиться с нами прямо в Москве. Прямо на этом месте, на фоне Кремля. Там, где Владимир Путин чествовал свое переизбрание. Видимо, для атмосферы беседы. Которая получилась для нас, как вы сможете увидеть, очень холодной и тревожной. Он уверен в том, что думает. Он ненавидит Францию и желает нам всего плохого, если мы отправим солдат в Украину. Послушаем его послание нам. И вот первая часть интервью. Добрый день, месье. Добрый, Джереми. Приятно познакомиться. Приятно. Хорошее место для встречи. Да, да, Кремль позади нас. Только погодка не очень, солнца нет. Ну да ладно. А еще место немного романтичное. История наших отношений, России, Франции. Мы давно знаем друг друга. И вам ли не знать предку Льва Толстого, который написал «Войну и мир». И что эти отношения знают и взлеты, и падения. Не мне вам говорить. Знаете, русские всегда недовольны тем, что первые 10 страниц «Войны и мира» на французском. Они говорят, что это еще такое. Что пошло не так сегодня между нами? Почему мы отдалились? Отдалились, потому что французы думают, что имеют право учить русских. После Холодной войны вы почему-то думаете, что вы в ней победили. Вместе с американцами. Французы забыли историю Европы, историю континента. И я не только о наполеоновских войнах, но и о последней войне. Сегодня, когда Макрон говорит, что отправят солдат. Прямиком в Одессу. Ему надо напомнить, что в последней большой войне в Европе Франция продержалась 40 дней против нацистов. А русские держались 4 года. А потом еще и выиграли, дойдя до Берлина. Хочу сказать прямо, что идея отправить французских солдат в Украину закончится гробами, обернутыми в триколор. И явно не Макрон пойдет их забирать. Французы должны понимать последствия. Вот и все. Скажите нам, вы же знаете нас хорошо, хорошо говорите по-французски. Вы учились во Франции. Да, я учился какое-то время у вас. И даже работал на французскую прессу здесь, в Москве, в 90-х. Значит, вы знаете Францию? Вы ее любили? Почему теперь вы нас не любите? А за что вас любить? Вы вводите 1500 санкций против моей страны, устраиваете экономическую войну, лжете о России каждый день на вашем канале. Так это реакция отверженного поклонника? Нет, вы просто распространяете нарративы про войну в Украине, которые для нас немыслимые. Провокации, которые длятся уже два года. Вы против России? Например, что русские едят детей по утрам. Поэтому мы, конечно, любим и Францию, и французов. Но принять такое невозможно. Что пошло под откос в нашей модели? Путин говорил, что русский путь – это противовес западному, который в упадке. Что у нас в упадке у французов? Посмотрите на ваше правительство. Можем ли мы реально в 21 веке думать, что это не упадок, когда такие особенные люди работают в правительстве? Что вы хотите этим сказать? Это вы про нашего премьер-министра Габриэля Аталия? Да, в том числе. Я о том, что сегодня Франция управляется кучкой извращук. Вот и все. Быть геем значит быть особенным, то есть извращугой? Конечно. Для нас – да. Абсолютно. А у вас геев нет? Конечно, есть. Но не в правительстве. Геи вообще в России могут жить свободно, а не под защитой? Конечно, конечно. Их частная жизнь под защитой, но никакой открытой пропаганды. Их стиля жизни. Факт того, что наш премьер-министр – открытый гей – это для вас часть упадка, которым вы описываете Запад? Гомосексуализм – это проблема? Слушайте, не только это. И деградация европейских лидеров. Посмотрите, с кем нам приходится работать. Шольц, Макрон, Боррель и другие. Они даже представления не имеют. О том, что они говорят. Они не держат свое слово. Что вы в нас любили, чего больше не находите? Что перевернуло вашу парадигму? Слушайте, я люблю Францию. Люблю ее культуру. Я очень сожалею, что не смогу теперь отправить своих детей в Лувр, показать Париж. Потому что вы сильнее хотите скинуть ядерную бомбу на Париж. Речь скорее об этом. Конечно. Ваше телевидение считает, сколько времени нужно ядерной ракете, чтобы бахнуть в Париже. Две минуты. Так говорит Соловьев. Не две минуты, немного больше. Вы высчитываете все это в своих планах? Да, конечно, мы считаем, потому что исторически для нас важно быть уверенными в безопасности нашей собственной страны. И когда НАТО и Франция, в том числе, расставляют ракеты около наших границ, и хотят того же в Украине, для нас это неприемлемо. Это была первая часть интервью, вторая уже через секунду, ее мы тоже разберем. То есть то, что сказал Пётр Толстой, ответим ему. А пока, Джереми, я возвращаюсь к вам в Москву. Чего тут только не было. И упадок Запада, и гомосексуальность, и Габриэля Аталия, ложь Парижа, и нашего канала, и ядерные угрозы. Бинго какое-то, можно сказать, российские пропаганды. Да, он спринтер. Как только камера включилась, из него полилось. Все, что только можно. Это и угрозы, оскорбления, брань. Очевидно, что наша роль — это дать ему слово, и сказать что-то против этих тезисов, что я и попытался сделать. Но чувствовалась его агрессия. Ему прямо хотелось донести этот угрожающий посыл, когда он уточнял, например, время подлета ракет к нашему Парижу. Он говорил это с холодной улыбкой. Думаю, что все это чувствуют, когда смотрят это интервью. Он знает, что его французский хороший, и он нас расшатывает, задевает. Он знает, что его французское прошлое также может на нас подействовать. Он голос Кремля для французов. И все это понятно, когда он решает сказать нам все эти ужасы. Теперь мы переходим ко второй части этого интервью, в которой сосредоточились на Украине и возможности отправки французских военных в Украину. Мы видели, что тут перевели речь Макрона. Вы почему-то больше внимания уделяете нашему президенту, чем, например, канцлеру Германии. Что именно в речи Макрона за дело русских? Он первый из европейских лидеров, кто прямо поднял вопрос о отправке солдат в Украину. Для нас это заявление очень беспокоящее, потому что это приближает нас к Третьей мировой войне. Это вы говорите о Третьей мировой? Не французы? Да, конечно, но это вы хотите отправить солдат в Одессу, русский город. Вы, французы, провоцируете на эскалацию, потому что после 300-400 убитых французов ваш президент будет в ловушке. Ему нужно будет или бросать в топку еще, или забирать остатки. Вы говорите, что Одесса русская. Правительство говорит, что Донбасс русский, да и большая часть Украины русская. Исторически никто и не спорит об общей культуре между этими землями и Россией. Это не общая культура, это одна и та же культура, потому что это один народ. Я был в Украине как журналист, и я встречал много украинцев, и все они говорили мне, что хотят быть подальше от России, сохранять независимость, оставаться украинцами, а не становиться русскими. Вы слышали такие речи тех, кто говорит, оставьте нас в покое? Мы 30 лет ждали, пока эти украинцы прекратят делать глупости против 20 миллионов русских, что жили в Украине. Они запрещали их язык, образование на русском, запрещали общую историю. Украина — это моя страна, мой прадед был мэром Киева. Это моя страна. И я не хочу, чтобы моя страна стала нацистской, как сегодня. И я не хочу, чтобы моя страна говорила на другом языке. И чтобы она стала базой НАТО с ракетами, против моей страны. И чтобы моя страна, Украина, была под диктатурой западных стран. И тем более НАТО. Украина никогда не будет иметь тех же границ, что и до войны. Точка. Не будет существовать так же никогда. Для нас это вопрос существования. И мы не оставимся, не отведем солдат. И мы больше не верим в договоры с Европой. Да и с американцами тоже. Мы обезопасим себя ровно на столько, насколько решит Владимир Путин, президент нашей страны. И когда скажут, хватит, будет конференция как в Хельсинге или Ялте по безопасности в Европе. Все просто. Президент Франции отказывается от такого развития событий. Да нам плевать на его мнение. Вам плевать на то, что он говорит? Именно. А когда он говорит, что для него нет красных линий? Да плевать нам на его линии. Наплевать нам на Макрона, на все, что он говорит. Мы всех убьем. Но Франция также ядерная держава? Конечно, с двумя сотнями ракет. Мы убьем всех французских солдат, вступивших на украинскую землю. Всех. Потому что на сегодня, с начала конфликта, 13 тысяч наемников в Украине, из них 367 французов, и 147 из них уже мертвы. 147 граждан Франции уже мертвы в Украине. И мы всех убьем. Не сомневайтесь. Вот такое интервью, да. Есть о чем побеспокоиться.